Здравствуйте, Анна Викторовна. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о счетных палочках, узнаем, как с их помощью можно организовать развивающую работу с детьми дошкольного возраста. И одним из принципов государственной политики в области образования является свободное развитие личности, предусматривающая организацию обучения воспитанников дошкольных учреждений в игровой форме. Вся жизнь ребенка – игра, все мы это знаем. Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. И поэтому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильное ощущение, мелкая моторика, мыслительные процессы, речь развиваются в детской игре. Как сказала Мишель де Монтене, игры детей – это вовсе не игры, а правильнее смотреть на них, как на самое значительное глубокомысленное занятие этого возраста. Перед педагогами стоит извечный вопрос – как реализовать образовательные задачи в игровой деятельности? В современном мире, богатым техническими новинками, мы перестали обращать внимание на простые вещи. И многие забывают о самых простых и дешевых развивающих игрушках, которые при желании можно сделать даже из бросового материала. И самые примитивные приспособления могут дать ощутимую пользу ребенку, если ввести их в программу развития малыша. Трактически каждый из нас с детства помнит такой элемент, как счетные палочки. Это были разноцветные пластмассовые или же деревянные пластинки, которые окрашивались в различные цвета. И здесь встает вопрос – думаете ли вы, что палочки нужны только для счета или нет? Если думаете, что только для счета, то это в корне неверно. Почему? Цели гораздо масштабнее. Во-первых, это развитие мелкой моторики. Даже просто перебирая разноцветные, лучше, конечно, деревянные, если есть палочки, Дети тренируют свой мозг. От простейшей операции вытащить из футляра, сложить обратно, до сложных узоров и счетного материала все эти задачи выполняют огромную роль в тренировке мозга через пальцы. Во время занятий с этим нехитрым приспособлением формируется пространственная ориентация. Дети изучают понятия слева, справа, впереди, сзади, сверху, снизу. Разнообразные задачи со счетными палочками требуют внимания, наглядно действенного мышления, активного мышления. Выполняя задания с помощью цветных помощников, ребенок также изучает цвета. Составляя рисунки, дошкольник активизирует свое творческое начало, а это наше правое полушарие головного мозга, конструкторское мышление и воображение. Наконец, прямое их значение – это обучение начальной математике. И здесь уж поле действий широкое – счет, геометрические фигуры, сравнение величин, простейшая арифметика и так далее. Палочки также используются как вспомогательный инструмент для развития по разным методикам. Например, экологическим блоком деймиша. С помощью цветных палочек можно в доступной пониманию ребенка в форме познакомить его с началами геометрии, с понятием симметрии, развивать пространственное воображение. Это незаменимый дидактический материал, предназначенный для обучения математике, развития зрительного восприятия, мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза. Упражнения со счетными палочками развивают подвижность кисти руки, внимание, воображение, ловкость, координацию, мышление и сообразительность. Счетные палочки помогают учить цвета, складывать, изучать геометрические фигуры, конструировать замысловатые какие-то замки, решать логические задачи тоже. Поэтому счетные палочки могут стать прекрасным учебным пособием при организации занятий. С помощью этого простого и многофункционального пособия можно изучать порядок чисел, их состав, понятие короче-длиннее, что еще больше-меньше, выше-ниже и так далее. Чтобы ребенок успешно освоил начальную программу предматематического образования, он должен логически мыслить, уметь зрительно соотносить один предмет с другим, сравнивать предметы между собой. Работа со счетными палочками позволяет перевести практически внешние действия на внутренний план, создать полное, отчетливое представление о понятии, отработать навык счета, измерения, вычисления. Стоит также прислушаться к мнению психологов, которые просто настаивают на том, что наряду с мелкомоторикой игры и занятия с этими счетными элементами помогают развивать дошкольника интеллект, самостоятельность, воображение, творческое мышление, внимание, интерес к исследованиям и познанию. Активность тоже развивается волей к победе, целеустремленность. Надо же закончить, правильно, свою какую-то поделку или что мы делаем. Что еще? Настойчивость, самостоятельность также тренируется, способность к планированию, контролю и оценке собственной деятельности, а также тренируем сосредоточенность. Работа со счетными палочками имеет множество положительных моментов. Так, что-то мне не хочет показываться. Имеет немало положительных моментов. Это возможность, во-первых, использовать дидактические материалы с детьми разного возраста, меняя при этом задания, усложняя их по необходимости. Наличие большого количества схем, сценариев игр, альбомов, которые помогут легко научить ребенка математике. Помимо работы над математикой, ребенок развивает мелкую материку, то, о чем я говорила, воображение, пространственное и зрительное восприятие. Для того, чтобы современного ребенка, который буквально утопает в разнообразии различных игрушек, могли заинтересовать столь простые предметы, как разноцветные тоненькие пластинки, стоит, конечно же, немножко схитрить. Первое, что могут сделать взрослые, это приписать к палочкам прилагательное волшебное. Для пущего эффекта, пущего результата, их можно хранить в какой-нибудь необычной шкатулке или же в одной из игрушечных больших машин. То есть здесь, как ваша фантазия сработает. Не забывайте всегда обращать внимание ребенка на то, что научить его считать, рисовать, изображать различные фигуры могут именно счетные палочки. Занятия, которые проходят с их участием, должны быть всегда интересными для малыша. И следите за тем, чтобы ребенок не скучал, чтобы ему действительно нравился этот процесс, и он с увлечением осваивал новые и новые горизонты знаний. И игры со счетными палочками для детей раннего возраста. Какие же мы можем с вами использовать? Стартовый возраст для ознакомления с палочками для счета 9 месяцев. Малыш уже умеет захватывать предметы двумя пальчиками, указательным и большим. А это значит, что пришло время развивать уже мелкую моторику. И первая игра – это ловкие пальчики. Ловкие пальчики. Ребенок может собирать палочки, складывать их в коробочку, бутылочку с узким горлышком. Также можно проделывать в баночке, ну или в коробочке, что у вас есть под рукой. Маленькие прорези. Это напоминает уже готовые покупные игрушки. Когда ребенок складывает различные фигурки через отверстие в специальную емкость. И такая игра может надолго увлечь малыша. Дети очень любят засовывать предметы в отверстие, в отверстие прятать их. Следующая игра – это сортировка по цвету. Учим малыша сортировать палочки по цветам. Предложите малышу кукольные тарелочки, соответствующие цвету палочек. Попросите разложить палочки по цвету в подходящей тарелочке. Или построить дорогу нужного цвета. Вместо тарелочек можно взять цветные стаканчики, обычные листы цветного картона. Опять же, то, что есть в наличии. Следующая игра – это дорожки. Примерно с двух лет счетные палочки малышам помогут запомнить такие понятия, как длинный, короткий, самый длинный, самый широкий. Выкладываем дорожки, сравниваем, делаем вывод. Ребенок будет видеть, что чем больше палочек дорожки, тем длиннее она получается. Больше-меньше. Счетные палочки разложите на две кучки. И объясните малышу, какая из них больше, а какая меньше. Широкий-узкий, высокий-низкий и так далее. Сложите тропинки, широкую, узкую, изображение высокого и низкого домиков и так далее. Можно сочетать с лепкой. Счетные палочки прекрасно сочетаются с пластилином. Они могут стать и колючками у ежика, как на слайде, могут стать и стебельком у цветка, что еще, стволом дерева могут быть, забором пластилиновым в мире, трубой у пластилинового домика, ручками-ножками пластилинового человечка, ножка, может быть, грибочка и так далее. И еще множеством разных предметов, которые вам тоже подскажет ваша фантазия. Следующий этап – палочки-конструктор. Для игры потребуются счетные палочки и пластилиновые шарики. Соединяя палочки с помощью пластилина, можно строить самые разные трехмерные фигуры. Развиваем здесь не только воображение, творческое мышление, пространственное восприятие, но и также знакомимся геометрическими телами. Куб, конус, призма. Еще игра «Рисуем палочками». Почему бы не перелистывается? Перелистывается. Все как надо. Все работает, все хорошо. Следующая игра «Рисуем палочками». Почему бы не порисовать нам? Выкладываем из счетных палочек различные картинки. В зависимости от возраста ребенка выбираете различные способы, уровни сложности. Детям очень нравится составлять разные композиции. Можно предположить... Я не листаю, поэтому у вас и не перелистывается. Когда я буду листать, у вас тоже все перелистнется. Уважаемые слушатели, все хорошо. Все нормально, все работает. Детям очень нравится составлять разные композиции. Можно предложить малышу выложить из палочек домик для куколки, длинную дорогу для поезда, лучики для солнышка или разноцветный заборчик. При каждом задании желательно рассказывать детям стишки, потешки или загадывать простые загадки. Например, ежик пыхтя тащил домой грибок. Проворный маленький зверек. Ни головы, ни ножек. Конечно, это ежик. И просим детей выложить ежика с помощью счетных палочек. Презентацию можете скачать. Татьяна Викторовна рассказывала, еще в конце занятия тоже расскажет, как скачать презентацию. Поэтому не отключайтесь. И в конце обязательно еще раз напомним, как это можно сделать. Следующий, например, дом. Дом я строю во Вселенной. Есть в нем крыша и антенна. Есть в нем дверь и есть окошко. Пусть живет в нем наша кошка. Также предлагаем... Спасибо, Татьяна Викторовна. Также предлагаем детям выложить дом с помощью счетных палочек. Или, например, кораблик. Проговариваем стихотворение. Кораблик к дальним берегам отправился однажды. На нем был смелый капитан, и юнга был отважный. Можно загадывать загадки детям. Например, весь Антошка, шляпка да ножка. Дождь пойдет, он подрастет. Дети отгадывают загадку, и затем предлагаем выложить отгадку из счетных палочек. Также можно сказки проговаривать и выкладывать картинки из счетных палочек. Например, сказка. Однажды папа предложил Соне отправиться в музей. Вместе они оказались в старой крепости. Соня с интересом рассматривала старинную одежду, мебель, другие предметы. И вот они оказались у ворот крепости, которые, к сожалению, сломались. Давайте починим железные ворота, чтобы все было как раньше. То есть это, как пример, вы можете придумывать свои какие-то сказки и предлагать различные задания по аналогии. Или, например, игра в прятки. Попросите малыша помочь мышке спрятаться от лисы. Расскажите малышу историю, что жила-была на свете мышка-малышка. Малышкой ее прозвали за то, что она была очень маленькая. Мышка была трусишкой, да и было ей чего бояться. Всякий мог ее обидеть, такую маленькую. И было у нее два врага. Лиса и сова. Лиса гонялась за мышкой днем, а сова охотилась на мышку ночью. И вот однажды осенью, во время листопада, отправилась мышка-малышка на прогулку. А тут откуда ни возьмись, лиса. И недолго думая, спряталась мышка. Давайте поможем мышке спрятаться. Спрячем мышку с помощью палочек. И просим детей, дети выполняют задания. Потом проговариваем, а лиса походила, походила, да ушла ни с чем. Мышка, можно выходить. И теперь давайте уберем палочки с изображением мышки. Можно использовать игрушки-заместители. Умение использовать в игровой деятельности предметы-заместители являются необходимым элементом развития детской игры. Самый простой пример этого явления – ладошка, приложенная к уху и изображающая телефонную трубку. Ребенок может увлеченно возить по столу кусок хлеба, как машинку, кормить кукол кубиками-пироженами и стрелять указательным пальцем по невидимому противнику. Счетные палочки прекрасно вписываются в сюжетно-ролевые игры. Дети чаще всего представляют их ложками-поварешками, кормят ими кукол. Бывает, что палочки становятся малюсенькими автоматиками, ружьями, а из кучи палочек, положенных в игрушечную кастрюльку, можно свалить отличные спагетти. Таким образом, можно предложить малютке в возрасте от 1 до 1,5 лет такие игры. И дети раннего возраста уже способны к изучению таких понятий, как цвет, размер, длина. Поэтому, вооружившись дидактическими обучающими пособиями, самое время предложить им следующие игры с палочками. Это назвать цвет всех имеющихся палочек. То есть, резюмируем то, что я уже проговаривала. Назвать цвет всех имеющихся палочек. Собрать элементы какого-то одного цвета. Найти палочки с одинаковой длиной. Здесь палочки Кьюзинера, например, подойдут нам. Собрать по одной палочке каждого цвета. Найти самую короткую, самую длинную палочку. Назвать их цвета. Опять же, здесь работа с палочками Кьюзинера. Если нет их у вас в наличии, то можно сделать по аналогии какие-то палочки. Короче, какие-то длиннее. Что еще разложить в ряд палочки, чередуя два цвета. Например, желтую палочку, красную палочку и так далее. Выбрать любую палочку и попросить ребенка слева от нее разложить все палочки, которые короче выбраны. А справа все те, что длиннее выбраны. Облегчить решение поставленной головоломки можно наводящими вопросами. Например, показать две палочки и спросить, разные они или одинаковые. Усложить можно вопросом, чем они отличаются друг от друга. Цветом, длиной или в чем их сходство. Что еще можно предложить? Лепку из пластилина с использованием счетных палочек и нестандартное рисование палочками. Самые младшие, где-то примерно 2-3,5-4 года, лучше раскладывать палочки. Дети пытаются систематизировать их по цветам. Задание можно усложнить, предложив ребенку разложить брусочки в определенной последовательности. Например, уже увеличиваем количество палочек по цвету. Например, синий, красный, черный. И это поможет здесь также ребенку вспомнить цвета. Еще примерно в 2-3 года ребенок без проблем сможет сложить аккуратную дорожку, используя палочки разных цветов. Постепенно можно показать ребенку на наглядном примере, что такое больше-меньше. Взрослый предлагает ребенку обнаружить среди множества такую же палочку, как у него в руке. Дети в возрасте от 2 до 4 лет делают значительный прорыв в области самопознания и развития интеллекта. Происходит становление речи, легко налаживается контакт со сверстниками. Малыш действует целенаправленно. Его интересуют рисование, конструирование, в основе которых все чаще лежит детская фантазия. И самое время направить эти способности в нужное русло и углубить знания о назначении счетных палочек. Подходящими для этого станут следующие игры с палочками, которые широко используются в дошкольных образовательных учреждениях. И первая игра – это «Где меньше?». Счетные палочки нужно разложить друг напротив друга в два ряда, в одном из которых их будет на одну меньше. Дошкольник должен показать, в каком ряду элементов меньше, а в каком – больше. Усложняют головоломку вопросом, что нужно сделать, чтобы количество палочек стало одинаковым. Задание со звездочкой здесь – попросить малыша самостоятельно выложить два ряда с одинаковым количеством элементов. И так, чтобы в одном ряду их было на один или два меньше. Следующее – это «Повторить рисунок». Понадобится лист бумаги с изображением какого-либо понятного ребенку предмета. Домика, например, или конфеты, или бабочки, или елочки и тому подобное. Выполненного в двух-трех цветах. Малыш должен выложить этот рисунок палочками, повторяя цвета на бумаге. В завершении попросить ребенка назвать цвета, с помощью которых он создал свою картину. И такое упражнение помогает не только изучать цвета, но также развивать мелкую моторику, а также творческое воображение. Строим и считаем. Взрослый выкладывает из дидактического материала какую-нибудь простую фигуру. Например, треугольник и просит ребенка повторить. После того, как малыш справится с задачей, нужно озвучить название фигуры и спросить у него, сколько элементов понадобилось для строительства этого треугольника. Далее можно построить квадрат, ромб, прямоугольник, а также любые другие предметы с теми же условиями задачи. Для более глубоких познаний можно спросить, на какую геометрическую фигуру похожа крыша дома, на какую геометрическую фигуру похожа окно или кузов грузовика и так далее. Здесь будет заданием со звездочкой просьба взрослого разделить прямоугольник из шести палочек на два равных квадрата с помощью одной палочки. Или одной палочкой превратить квадрат в два треугольника. Цель такого игрового упражнения развивать у детей пространственное, логическое и творческое мышление. Еще здесь в направлении игр учимся считать. Счетные палочки – это прекрасный материал для обучения счету. С помощью счетных палочек можно изучать понятие «один много», наглядно продемонстрировать состав числа, познакомиться с простейшими математическими операциями сложения, вычитания, ну и в дальнейшем уже умножения и деления. Для детей двух-трех лет, что тоже можно предложить? Возьмите из кучки палочек одну и положите отдельно. Малыш должен показать, где одна палочка, а где много палочек. Возьмите две палочки, скажите ребенку, что палочки две. Поищите вместе другие пары предметов. Две руки, например, да, две ноги, два глаза, может быть, два стула в комнате и там подобное. Объясните, что если взять один и еще один, получается два. Учите малыша соотносить количество предметов и их численное обозначение. Нарисуйте карточки с числами от 1 до 5. Больше не берем. Показывайте ему в день не больше одной новой карточки с числом и соответствующим количеством палочек. В первый день положите перед ним карточку с цифрой 1 и одну палочку. На следующий день добавьте карточку с цифрой 2 и так далее. Что еще? Выложите по вертикали карточки с цифрами от 1 до 5, а рядом с каждой карточкой соответствующее количество палочек. Обратите внимание ребенка на то, что количество палочек все время увеличивается на одну. Одна, еще одна, две, две, еще одна, три, три, еще одна, четыре и так далее. Если вы видите, что ребенок без затруднений узнает количество предметов в пределах пяти и соотносит их с цифрами, предложите ему самому подбирать нужное количество палочек карточкам. В средней группе можно уже давать простые игры с набором палочек, в которых нужно что-то из них сложить, найти подходящий по цвету вариант. И детям 4-5 лет можно предложить выстроить из палочек лесенку, посчитать, какое количество палочек может уместиться в коробке. Здесь стоит учитывать, что в средней группе стоит давать игры и задания, оговаривая результат. В этом случае важно давать свободу действий, не ограничивая дошкольника, но при этом подталкивая его думать неординарно, креативно и искать разные пути решения задачи. Детям 4-5 лет уже свободно оперируют количество в пределах десяти. Однако им еще трудно производить мысленные операции сложения и вычитания. Бывает трудно определить на глаз количество предметов более пяти-шести. Дети тогда обычно что делают? Пересчитывают. Для детей от 4 лет какие можно использовать игры? Для соотношения числа и количества можно взять карточки от нуля до десяти, выложить карточки опять же по вертикали, просто увеличиваем количество карточек. Рядом с каждой карточкой кладем соответствующее число палочек. Обратите внимание ребенка, что количество палочек все время увеличивается на одно. Дайте ребенку карточки с цифрами. Он должен взять соответствующее количество палочек. Изучаем состав числа. Как можно разложить число 5? Берите для наглядности палочки из двух разных цветов и выкладывайте из них число 5. Например, две синие, три желтые. Или одна синяя, четыре желтые. И так далее. Предложите ребенку самому догадаться, сколько палочек ему нужно доложить до определенного числа. Например, вы выкладываете 4 палочки. Сколько еще палочек нужно, чтобы положить, чтобы стало 10, например. И по такому же принципу далее. Занятия в старшей группе являются наиболее разнообразными, так как готовят ребенка к школе, максимально развивая его математический потенциал. Детям старшей группы достаточно раздать дидактический материал и поставить перед ним задачу, с которой они должны самостоятельно справиться. Упражнения с ребятами в возрасте от 5 до 7 лет предполагают, что дошкольник владеет уже базовыми навыками и умениями в области математики. Он способен сравнивать и выделять. Если ребенок готов к новым познаниям, то не отказывайте ему в этом. Впоследствии такие занятия окажут плодотворное влияние на его учебную деятельность. Подготовят руку к письму. Работая с дошкольниками, педагог или родитель должен четко понимать свою роль в образовательном процессе. Самым маленьким нужно все показывать и рассказывать, все время наблюдая за ходом игры детей. Использование палочек следует совмещать с другими развивающими играми. Не принуждать ребенка сидеть и заниматься, а ориентироваться на его способности, на его желания. Только таким образом подготовка к школе будет проходить с пользой и удовольствием. И какие же игры можем использовать с старшими дошкольниками? Занятия с детьми 5-7 лет предполагают более тщательную подготовку их к обучению в школе. Для этого понадобится не только усидчивость, но и базовые знания в области чтения, математики, умения обобщать, выделять, сравнивать. Используя палочки для счета, можно предложить детям выполнить следующее упражнение по готовым схемам. Например, дострой картинку. Необходимо показать ребенку схему рисунок половины какого-либо предмета, который будет изображен на бумаге. И задание какое предъявляется? Симметрично достроить картинку, используя те же цвета, те же пропорции. Следующее изобразить цифры и буквы. При помощи палочек выкладывать название букв. Если дается легко, то и простые слова можем выкладывать. А также цифры в пределах десяти. При хороших успехах можно делать это на скорость с кем-нибудь из верстников. Детям очень нравится соперничать друг с другом. Из чего состоят числа? Когда дошкольник уже знает, как выглядят цифры, то можно предложить ему выкладывать каждую с помощью палочек этих цветов. Двух цветов берем. Пока сначала два цвета. И далее увеличиваем количество цветов. Тем самым мы даем понятие состава числа. Так, например, цифру 5 можно выложить из двух красных и трех зеленых палочек. Или из одной желтой и четырех красных. Игра «Сосчитайка». Простой вариант. С помощью палочек выложить пример. Как вариант. Две палочки плюс три палочки. Или как у вас перед вами на экране. Четыре палочки минус две палочки. Ребенка нужно попросить сосчитать и дать правильный ответ. Выложив при этом нужное количество элементов после знака равенства. Если малыш знает цифры, то можно выкладывать выражения с их помощью. Еще какие занимательные игры с палочками и вручалочками можно предложить для дошкольников. Строим на столе лесенку из десяти элементов. От меньшего к большему. Или от большего к меньшему. Шагаем пальчиками по перекладинам и считаем туда и в обратном порядке. Теперь выкладываем лесенку с пропущенными элементами. Ребенок должен что сделать? Заполнить пробелы. Зеркальное отражение. Взрослый выбирает элементы определенной длины, расцветки, укладывает их, а ребенок повторяет точно так же. Устные различные задания. Например, такие своего рода диктанты. Выложи три красные палочки. Уложи их в ряд. Выложи дорожку. Выложи треугольник и так далее. Здесь тоже ориентируемся на нашу фантазию. Запомни фигуру. Взрослый конструирует нечто из палочек. Предлагает малышу внимательно рассмотреть, отвернуться. Взрослый что-то меняет в конструкции. Ребенок называет и затем восстанавливает конструкцию. Взрослый 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 выкладывает фигуру, просит добавить к шаблону еще два элемента, потом три элемента тоже и так далее. 38 попугаев. Измеряем короткими палочками длину машинки или длину стола. Можно предложить сделать поезд, где первый вагон состоит из четырех палочек, второй вагон состоит из шести палочек, третий уже будет из восьми состоять. С помощью палочек ребенку пяти-шести лет можно наглядно объяснять, что такое пример, как обозначаются операции вычитания или сложения. Возьмите две палочки одного цвета и три палочки другого цвета. Спросите у ребенка, сколько всего палочек. Затем между палочками разных цветов выстраиваем знак плюс. А над палочками сверху положим их численное обозначение. Два плюс три, например. Для этого можно, для того, чтобы объяснить операцию вычитания, возьмите пять палочек и карточку с цифрой пять. Затем заберите две палочки, а рядом с карточкой с числом положите карточку со знаком минус и карточку с цифрой два. Спросите у ребенка, сколько палочек осталось. Карточки можно заменить цифрами из магнитной азбуки, исходя из того, что имеется под рукой. Если вы видите, что ребенок понимает ваше объяснение, можете познакомить его со знаком равенства. Выкладывайте выражение с помощью палочек, а ребенок должен будет с помощью палочек выкладывать ответ после знака равенства. Когда ребенок начнет уверенно справляться с заданием, замените палочки числовым обозначением. Не давайте ребенку сразу сложных примеров с большими числями. Решайте задачи в пределах десятка и исходим из уровня способности ребенка. Для малыша важно понять смысл и принципы сложения и вычитания, а в дальнейшем, уже в более старшем возрасте, умножение и деление. Когда ребенок научится складывать и вычитать в пределах десяти, то можно уже познакомить его с операциями умножения и деления. Для этого потребуются палочки, карточки с числами и какие-нибудь игрушки. Например, возьмите две фигурки коровы, лошади и овечки. У вас три зверюшки получается. Положите перед ребенком карточку с цифрой 3. У каждого зверя по три вкусных моркови. Положите перед каждой зверушкой по три красные или оранжевые палочки и возьмите еще одну карточку с цифрой 3. Как же посчитать, сколько всего морковок у зверей? Для этого нужно 3 умножить, то есть между карточками с цифрами кладем знак умножения на 3. То есть взять 3 раза по 3. Посчитайте, сколько всего морковок получится. Если зверюшек, например, будет 2, каждая возьмет по 3 морковки. А если трем зверушкам дать по 2, чтобы понять принцип деления, возьмите несколько морковок-палочек и предложите ребенку поделить их поровну между тремя зверушками. Количество морковок, оказавшееся у каждой игрушки, будет в итоге результатом деления. Разное количество морковок делите всегда разным количеством зверей. Можно показать ребенку, что не всегда получается разделить предметы поровну без остатка. Дидактические игры со счетными палочками условно можно разделить на несколько групп. Первая группа – это дидактические игры с выкладыванием счетных палочек изображений геометрических фигур. И здесь выполняем по образцу сначала, затем по указанию используемого количества палочек для выкладывания фигур, и затем уже по указанию величины фигура. Следующая группа – это дидактические игры с выкладыванием изображений предметов. Здесь тоже по образцу, затем по устной инструкции и уже в дальнейшем по замыслу. Третья группа – это дидактические игры с преобразованием геометрических фигур. Добавить, убрать, приложить определенное количество палочек для получения новой фигуры, либо новых фигур. Следующие – это дидактические игры с преобразованием изображений предметов и дидактические игры, в которых допускается наложение некоторых палочек поперек других при выкладывании или при преобразовании. Это оговаривается при сообщении задания. Следующие подробно поговорим об играх с выкладыванием из счетных палочек изображений предметов и геометрических фигур. Построение предметов и фигур из палочек – начало конструкторской деятельности ребенка. В игре он учится планировать, закрепляет знания порядкового и количественного счета, а также отлично тренирует память и воображение. Прежде чем предложить ребенку сложные логические загадки, потренируйтесь на более простых упражнениях. И только тогда, когда он достигнет уже успеха на одном этапе, то переходим к другому. Все занятия условно разделим на несколько групп. Первое – выложить по образцу. На первый взгляд, да, кажется, что несложная игра, что тут такого, однако для ребенка это серьезный мыслительный процесс, который задействует пространственное мышление и смекалку. На ровной поверхности взрослый выкладывает из палочек какую-нибудь простую фигуру сначала, добавляет каждый раз по одной и предлагает ребенку сделать то же самое. Так малыш постепенно овладевает действиями по образцу, пока еще в самой элементарной форме. Сколько палочек достаточно взять, чтобы сделать треугольник? Спрашиваем у ребенка. Отвечает – три. Возьмите три палочки и сделайте треугольник. Сколько палочек достаточно добавить, чтобы сделать четырехугольник? Одну палочку. Добавьте одну и сделайте четырехугольник. На что похож у вас четырехугольник? На квадрат. Выложите квадрат из четырех палочек или из восьми палочек. Сравните по величине полученные квадрата. Из десяти палочек выложите три квадрата. Выложить маленький квадрат, у которого длина каждой стороны равна длине одной палочки. Или большой квадрат со стороной длиной две палочки. Или еще можно предложить – сложите такую лампу. На что еще это похоже? Или сложите такую же лодку и так далее. Перед дошкольником выкладываются карточки с рисунками. И чтобы не нагружать будущего первокласску, можно выкладывать их по одной. Начните, на ваш взгляд, с простых изображений. Затем переходим постепенно к более сложным картинкам. Как только один предмет будет построен, обсудите с ребенком, как и что у него получилось. Например, какие геометрические фигуры встречаются на рисунке? Какие из них большие, какие маленькие? Сколько палочек потребовалось, чтобы сделать снежинку или одуванчик? В этом возрасте можно познакомиться с понятием угол. Покажите его на примере и простыми словами объясните, что это такое. Например, место, где встретились две палочки. Предложите следующее задание. Сосчитать палочки, из которых сделана фигура. Если фигура составлена из палочек разного цвета, то сосчитать палочки каждого цвета. Сосчитать геометрические фигуры, изображающие предмет и уголки у фигур. Сначала дети полностью повторяют образец. Затем взрослый предлагает им усложнить задание, несколько изменив узор, добавив в него что-то свое. Можно предложить по устной инструкции, например, построить домик, стена которого квадрат из восьми палочек. Сверху настроить из четырех палочек треугольную крышу. Построить квадратное окно из четырех палочек. На чердаке треугольное окно из трех палочек. Аналогично построить и сравнить по форме и по величине три домика. Затем, изменив крышу, форму крыши, пусть будет у последнего домика, сделать ее в форме трапеции. Прекрасный тренажер для мозга – это самостоятельное выкладывание картинки. Дайте ребенку определенное количество палочек, например, 10 штук. Что из них можно построить? Не беспокойтесь, если у ребенка не будет получаться сразу. Попробуйте пофантазировать вместе. Если есть такая ситуация, то тогда начинаем работать вместе. Сначала сделайте простые геометрические фигуры. Треугольник, прямоугольник, ромб. Затем из палочек может получиться машина, паук, корабль и так далее. В процессе игры добавляйте или наоборот убирайте определенное количество палочек. Можно начать с меньшего количества, дойти постепенно до 20 штук. Но здесь тоже важный момент, главное не переусердствовать. Важно, чтобы ребенку было интересно выполнять задание. И таким образом цветные палочки становятся своеобразной мозаикой, которая отлично развивает мелкую моторику, а также фантазию и внимательность. Можно предложить ребенку игру, на что похожа картинка. Постройте из палочек предмет, но не до конца. Предложите ребенку догадаться, что это за картинка и чего на ней не хватает. Опять же, не спешите дайте ребенку время подумать. Фантазия у детей в этом возрасте работает очень хорошо. Пока в дошкольном возрасте оба полушария активны, правая и левая. Это уже потом ребенок придет в школу, где все задания на всех уроках направлены на тренировку. Левого полушария и правая полушария уже менее активна. Поэтому идет асинхронный. И часто сталкиваемся с проблемами в обучении у детей. Ну, ладно, это не суть, не тема сегодняшнего нашего занятия. И если ребенку будет трудно, то помогите ему, скажите, что вы хотели бы, например, изобразить. Можно с палочками играть в логические игры. Как только дошкольник усвоит выкладывание картинок по шаблонам самостоятельно, он уже будет готов к логическим играм. В таких задачах требуется нестандартный подход к решению и смекалка. И вот здесь тоже вопрос, а справятся ли еще и взрослые с этими заданиями. Попробуйте отгадывать загадки вместе с детьми. Так вы не только интересно проведете время, но и вместе с ребенком сделаете большой шаг на пути к изучению мира. Задания в головоломках разнообразные. Можно, например, убрать лишние детали, чтобы получился другой рисунок, добавить недостающие элементы или переложить палочки местами. В некоторых случаях может быть даже несколько вариантов решения загадки. И какие дидактические игры с преобразованием изображения предметов. Например, прямоугольник из шести палочек разделить одной палочкой на два равных квадрата. Квадрат из четырех палочек на два равных треугольника или прямоугольника. Еще упражнение. Из десяти палочек выложить два неравных квадрата. Переложить две палочки и получится три равных квадрата. Убрать четыре палочки, получить, например, два равных треугольника. Или убрать две палочки, получить два неравных прямоугольника. Вариантов очень много. Еще тоже перед вами на экране. Переложить две палочки так, чтобы домик повернулся в другую сторону. Или переставить три палочки, чтобы рыбка плыла в другую сторону. Переложить две палочки, чтобы теленок смотрел в другую сторону. Но хвостик должен быть направлен вверх. Переложить одну палочку так, чтобы домик повернулся в другую сторону. Нет, все правильно. Вот у наш домик. Повернулся в другую сторону. В фигуре, похоже, на ключ, приложить четыре палочки так, чтобы получилось три квадрата. Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка? Здесь переложить, например, две палочки так, чтобы корова смотрела в другую сторону. В данной фигуре переложить три палочки так, чтобы получилось четыре равных четырехугольника. В фигуре, изображающей стрелу, переложить четыре палочки так, чтобы получилось четыре треугольника. В фигуре, состоящей из четырех квадратов, переложить три палочки так, чтобы получилось три таких же квадрата. Или, например, перестроить корабль в танк, переложив 6 палочек при этом. Перестроить вазу в телевизор, переложив при этом 5 палочек. Вариантов очень много. Или еще тоже. В фигуре из 6 квадратов убрать 3 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата. И, кстати, отличная альтернатива счетным палочкам могут стать обыкновенные спички или зубочистки. То есть мы можем с вами менять, чтобы детям было интересно. Поиграли с палочками, взяли в качестве аналога спички зубочистки. Убрали палочки, дети успели соскучиться, обратно к ним через какое-то время вернулись. И какие еще, например, можно использовать игры, в которых допускается наложение некоторых палочек поперек других при выкладывании или при преобразовании. Как вариант. Из 9 палочек выложить 6 квадратов. Переложить 2 палочки, получить 7 квадратов. Переложить еще 4 палочки, получить 10 квадратов. Игры-головоломки со счетными палочками формируют такие качества, как усидчивость, упорство в достижении цели, находчивость, развивают конструкторские умения, умственную творческую активность. Еще предлагаю вам интересные головоломки. Это уже, конечно, для детей более старшего возраста. Здесь и подготовительного к школе, и также начальная школа подойдет. Взрослым тоже будет полезно и интересно. Нужно переложить, как пример, нужно переложить одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Три квадрата. Переложить в фигуре, показанной на рисунке, 5 палочек так, чтобы получилось три квадрата. Треугольники из палочек. Для составления одного равностороннего треугольника необходимо взять три палочки, если их не ломать. А для составления шести равносторонних треугольников, равных между собой, достаточно 12 палочек. Сделайте этого. Плюгер составлен из десяти палочек. Переложить четыре палочки так, чтобы получился дом. Решетка из палочек. В изображении на рисунке, фигуре снять восемь спичек или палочек, что используете непринципиально. Таким образом, чтобы осталось только два квадрата или осталось четыре равных квадрата. Еще следующее. Это весы. Как вариант. Составленные из девяти палочек и не находятся в состоянии равновесия. Требуется переложить в них пять палочек так, чтобы весы оказались в равновесии. Или еще тоже. Спичечный рак. Спичечный рак ползет вверх. Переложите три спички так, чтобы он пополз вниз. С рыбкой. Нужно переложить три спички так, чтобы рыбка стала плыть в противоположную сторону. Разгадывать загадки, решать головоломки, проявлять смекалку то, что без сомнения любят абсолютно все дети. Играя с цветными палочками, ребенок проявляет свою активность. Творчески подходит к делу. Тренируется быть усидчивым, упорным, внимательным. Это все важные качества для будущего первоклашки. Организовывайте для ребенка нелегкий процесс освоения знаний через увлекательную игру. И то, что поначалу ему казалось невыполнимым, станет вполне доступным и решаемым. Спасибо вам за внимание. Спасибо огромное за ваши отзывы. Надеюсь, что наш вебинар был вам полезным. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Спасибо вам огромное. Очень трогательно и приятно мне читать ваши отзывы. Жду вас на нашем следующем вебинаре. Всего доброго. До встречи.